Пролог Линстер встретил его дождем. Как знакомо. Холодный осенний ветер швырял пожухлые листья по закованным в камень улицам. Серым, хмурым, неприветливым. Когда-то Гидоан любил этот город. Мечтал жить здесь долго и счастливо, работая на благо своей прекрасной семьи. Сначала не стала мамы. Нет-нет, она вовсе не умерла и даже не пропала без вести. Просто доходы отца в один дождливый день показались ей недостаточно большими. Чмокнув сына на прощение в лоб, эта охотница за богатством отправилась на поиски более перспективного кандидата в супруги. Нашла. И довольно быстро. Выйдя повторно замуж за ушлого чиновника, мать поспешно родила ему сына, почти полностью вычеркнув из жизни старшего отпрыска. Полную опеку над Гидеоном получил отец, который, как выяснилось позже, отцом ему на самом деле не был. Обидно ли? Маленькому мальчику, сидящему у окна в ожидании визита мамы? Да. Было ужасно обидно. Ну, а Эру Грэму, разменявшему четвертый десяток, давно уже глубоко плевать и на Эру Ли с ее нелепыми попытками наладить отношения много лет спустя, и на отсутствие кровной связи с давно почившим отцом, который растил его, учил и, главное, любил. Именно так, как любят родных детей. Что бы там ни утверждали двуликие родственники, ставящие биологическое родство во главу угла. Увы, но Гидеону такое родство принесло проблем больше, чем пользы. Хотя и польза, без сомнения, была. Например, финансовая. А теперь еще случилось это внезапное назначение в Линстер. Вроде и оправдано все. Понятно, неизбежно даже. Но бесит неимоверно. В отель или сначала в офис истинного света, Эр Грэм, уточнил водитель, обернувшись. Сначала домой. Распределся Гидеон, называя адрес. Примечание. Истинный свет. И.С. Название корпорации. Конец примечания. Он вовсе не собирался заселяться в отель, тратя деньги на ненужную роскошь. И особняк матери, которая засоряла его мессенджер приглашениями со вчерашнего дня, пронюхла же как-то о переводе. Он тоже посещать не планировал. От выделенных корпораций апартаментов отказался еще, будучи в столице. Зачем? У него ведь в Линстере есть дом. Небольшой и старенький. Тот, где сначала он жил со своей семьей, затем только с отцом. А потом и вовсе остался один, пока за ним не явилась другая. Куда более богатая и могущественная родня, о наличии которой Гидеон раньше не подозревал. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания.